Всем привет! Добро пожаловать на канал ProgBlogTV. Меня зовут Вика. Мы сейчас находимся в Сиэтле, и рядом со мной Михаил. У него очень интересная история переезда и работы. Он поработал в крупных компаниях здесь, поработал в стартапах. И сейчас у него свой стартап, и сейчас он с нами поделится своей историей. Привет, Михаил. Актуаля, привет. Я очень рад тебя видеть сегодня. Спасибо. Ты закончил достаточно престижный вуз МФТИ. Расскажи, как была построена учеба, ну и оцени вообще образование российское. Я бы сказал, это престижный вуз, но не все знают кого. МФТИ как бы достаточно для небольшого ограниченного круга людей известен хорошо, а так большая часть людей мало знает, да? То есть многие знают МГУ, это на слуху. Допустим, в Америке это не очень знакомый вуз, даже МГУ не менее знакомый. Хотя если ты попадаешь хорошую, сильную компанию, там, где люди занимаются ресерчем, там, где люди занимаются исследованиями, там, где PhD есть и так далее, там, конечно, люди знают, что такое МГУ, знают, что такое есть как бы ФИСТЕХ, МФТИ. Как построено образование? Давай переформулируем вопрос. Ну давай, переформулируй. То есть смотри, мы до интервью говорили, хотели сравнить как образование здешнее и тамошнее, да? Да, прекрасно. То есть мое образование было получено 10 лет назад, и на мой взгляд, в тот момент, то есть я буду говорить про то образование, которое было тогда, то есть я не могу сравнить, как сегодня получается, но я знаю, как сегодня получают 10 ребят, у меня есть куча друзей, которые сейчас заканчивают и недавно устраиваются на работу и так далее. То есть 10 лет назад, как бы, я получал системное образование, то есть у меня была физика, один из главных упоров, да, математика. То есть тебя учили мыслить, вот ФИСТЕХ плюс ФИСТЕХ, а система ФИСТЕХ, а ты достаточно свободен, и ты учишься мыслить, принимать решения, анализировать и так далее. То есть, как бы, вне какой-то структуры, учишься сам построить структуру, свое обучение, свои программы, свое ресерчер, и сам, как бы, себя организовать. Это мне очень понравилось в ФИСТЕХе. А конкретные знания, там, теоретическая физика или просто физика, или, там, какие-то другие аспекты прикладной математики, они, как бы, менее полезны. Почему? Потому что, ну, конечно, общие теории, веры, статистика, они полезны и нужны, как бы, да, программисту, как бы, надо хотя бы основу знать. Не менее, как бы, мне кажется, та наука тоже двигается вперед, и, как бы, надо быть up-to-date, и надо этим заниматься регулярно, чтобы быть, просто, как бы, в форме хорошей. То есть это, может быть, единственное, что более-менее полезное. А так, в принципе, как бы все прикладные знания, которые связаны с программированием, с IT-работой, ты получаешь сам. То есть если тебе эта работа нравится, если это то, что тебе вдохновляет на работу, то ты сам будешь, как бы, разбираться с технологиями, там, с дизайном и так далее, как бы, с инструментами. То есть это, это наше образование. Да, а здесь? А здесь. А здесь у меня есть друзья, которые закончили недавно образование, как бы, бакалавра в Udabe, и ребята есть, которые, как бы, учились там в колледжах. То есть, как бы, здесь система, как бы, вначале ты получаешь на social degree в колледже, потом ты идешь в университет или институт, получаешь свой бакалавр-дегри, если хочешь, остается на мастер-дегри. У меня мастер-дегри, это шестилетняя система в России, у нас в Udabe получал. Так вот, ребята, которые здесь заканчивают бакалавра, у них изначально, мало то, что у них какая-то база есть, может быть, не такая сильная, как у нас по математике и так далее, по фундаментальным наукам, но у них сразу есть набор прикладных знаний. То есть они сразу, допустим, на втором-третьем курсе, они учат, как делать распленную систему, то есть из нескольких компонентов, из нескольких сервиса, да, они учат, как написать бэкэнд-компонент на каком-то C++ или Java, да. Они учат, как сделать свой фронт-энд, используя какие-то JavaScript-библиотеки. Проходят классы, то есть там полгода, квадрат, берут класс по Embedded Devices, это программирование микрокомпьютеров, то есть они там берут Arduino или Raspberry Pi, на нем пишут какую-то программу, делают какую-то простую автоматизацию. То есть у них такой общий кругозор, вплоть до того, что они делают мобильное приложение в какой-то момент и так далее. Насколько я слежу по Курсере, то есть если я сейчас вышел на Курсера, тоже у них есть свои курсы, я понимаю, что сейчас там такие же предметы вводятся, то есть пытаются быть более прикладными, чтобы у людей, которые выпускаются в России, там в МГУ или в Сехе, но в других вузах, да, у них были актуальные знания, которые можно было сразу использовать. Судя по твоему LinkedIn, ты довольно давно живешь здесь, в Америке, ты все время жил в Сиэтле? Да, я переехал в 2006 году в Сиэтл, работал на Microsoft, отработал в Microsoft 6-6,5 лет, потом пришел по работе в Facebook полтора года и последние там несколько лет я занимаюсь своими стартапами, проектами. А расскажи сначала о том опыте, который у тебя был до переезда, с чем ты сюда приехал? А, то есть когда я сюда переезжал, то есть я, соответственно, как бы закончил физтех в 2005 году, и до, пока я работал на физтех на старших курсах, я работал, подрабатывал в начале партайм, потом на более старших курсах, там 5-6 класс, курс, когда магистратура, я правильно работаю над своей программой, дипломом и так далее, работал еще в больших компаниях. И я работал, чтобы не соврать, в 5-6 компаниях, причем поскольку это как бы партайм, то есть я подписываюсь на год, как бы там 9 месяцев работаю в какой-то компании, потом летние каникулы, там сессии и так далее, я ухожу из компании, сдаю свою сессию, еду там отдыхать с родителями, проводив время с семьей. Потом снова возвращаюсь, нахожу новую компанию, так получилось, и снова работаю. То есть уже последние несколько лет, когда я перед поездкой сюда, я уже работал в больших корпорациях, начинал я обычно, необычно, в смысле, мои первые опыты работы были в небольших компаниях, то есть, и благодаря этому я попробовал большой ассортимент разных проектов, и в принципе я в любом программисту в начальной стадии советую как бы начинать с того, что пробовать работать в маленьких компаниях, в маленьких стартапах, и здесь это делают и так, почему? Потому что это возможность, как бы, там попасть, как бы, на какой-то IPO, как бы ты начинаешь работать в стартапе, там вырастаешь, вы получаете стоки, вы там резко богатеете, но это маловероятно, и плюс, как бы, я с другой точки зрения, что попадаю в какую-то небольшую компанию, ты, во-первых, более вовлечен в проект разработки, чем в большой корпорации, то есть ты более детально-то видишь, а пробую разные маленькие компании, ты пробуешь себя в разных сферах, это очень интересно. То есть, допустим, моя первая работа была, ну, там вообще смешной язык был, Visual Basic и Delphi, такие еще языки были, я не знаю, как это получилось, но так пришлось программировать на Visual Basic и Delphi, мы писали систему для автоматизации домов, это называется интернет-дом компания, это давно, 99-й год. Это типа смарт-дома, то есть. Смарт-дома, то есть у меня сейчас, как бы, есть ребята, которые делают свои проекты, систему automation, home automation, смарт-домов, и я, как бы, говорю, ну, знаете, как бы, 20 лет назад, как бы, я это делал, когда я еще был студентом, там, какого-нибудь второго, третьего курса, как бы, я это делал, там, просто, как бы, там, свои 10-15-20 часов в неделю, когда работал, мы делали еще с тех девайсов, у нас были ребята электронщики, и так получилось, что хозяин компании был бывший физтех, он пригласил еще других физтехов студентов, и были ребята, которые занимались чисто электроникой, которые, сенсор-поработка, мы занимались программированием, автоматизировали, делали управление дома, то есть можно было смотреть, как бы, по камере, можно было открывать дома, в смысле, двери, и гараж, как бы, и там, и окна, свет вырегулировать, ну, то есть все, что делать сегодня дома, ну, просто, как бы, было кастом сделано с нашей электроникой. Потом поработал в оффшорной компании, там, соответственно, ты работаешь с заказчиками удаленными под разные проекты, как бы, это тоже интересный опыт, куда не один проект и занимаешься одним проектом, ты пробуешь разные проекты, там, обычно, они бы, с ротацией, то есть, как бы, месяц проект, там, несколько недель проект, несколько месяцев проект, и ты за это время, за один год можешь попробовать, там, пятью-восьми в разных проектах, а потом я еще работал в Motion Caption, у меня такой большой спектр, сейчас займет много времени. Работала компания, делала, называется Virtunz, очень интересные ребята, они, там, изобретатели, в Туркменистане, по-моему, или я уже забыл, как бы, братья Нуралиевы, очень, как бы, хорошо, интересные, как бы, люди, они сделали большой шар над одной, который, как бы, не над одной, он такой пластиковый большой шар, человек на него заходит, то есть, высотой, где-то, 2,5-3 метра, и он, как бы, одев виртуальные очки, может двигаться в этом шаре, то есть, может идти вперед, идти назад, вправо-влево, то есть, ты на месте стоишь на месте, но ты можешь передвигаться в 3-е пространство виртуальном. И мы, соответственно, для них делали систему датчиков, чтобы считать Motion Caption, то есть, движение считать, ты одеваешь печатки, одеваешь костюм, дальше ты двигаешь руками, печатками, там, нажимаешь пальцы, там, крыльешь головой, и компьютерный персонаж на экране начинает за тобой построить движение. Это очень интересно для того, чтобы снимать, ну, понятно, что можно в играх использовать, да, но это позволяло нам в то время снимать ролики, то есть, в то время, когда другие, там, делали, платили большие деньги за компьютерную анимацию, которые, там, просчитывали на компьютере, там, где-то в мае, или еще 3D-студии, там, двигали, там, мышкой, руки, ноги персонажей своих Микки Маусов, да, и человек отделал костюмы, мог двигать руками и записывать видеоролик. А потом уже, после этой компании я уже перешел в более корпоративный мир, Москву и Россию, то есть, я работал в компании, такая, есть ВОЗ, вход по карточкам, отмечаешься, пришел на работу, я пришел на работу, отошел в рабочее место, по персональным причинам отмечаешься, учет времени очень строгий, там, вообще, такая бюрократия жесткая. Мне кажется, сейчас-то просто почти невозможно в мире IT. Очень даже возможно, компания писала софт для МТСа, для тарификации разговоров, то есть, у них была серая оценка разговоров, такой продукт, как бы, главный, ну, то есть, у них вообще, там, все, пакет продуктов, решения для компании с сотовой связью, то есть, у них был самый большой клиент в то время, когда я работал в МТС, после этого они перешли, ну, они параллельно, как у них были другие клиенты, ну, в какой-то момент они ушли, или МТС от них ушел, ну, скажем так, они разрушились с МТСом, когда я уходил, через год или два, как бы, была уже участка компания, которая меньшего размера, ну, там, хорошее решение сделал и так далее. То есть, и там, как бы, система была, ну, поскольку очень сенсивая продукт, как бы, то есть, он, как бы, работать с частными данными, приватными данными, просто, он, как бы, defiled information, то там очень строгий, как бы, контроль доступа к коду, кто куда имеет доступ, потому что, ну, я особенно работал, как бы, отделе, который занимался тарификацией именно разговоров, то есть, у нас проходили записи разговоров, то есть, я, там, видел, с свечей, с девайсов, как бы, девайсов, которые собирают звонки и логируют, то есть, как бы, там, абонент А, позвонил абонент УБ и так далее. И, там, очень строгий был контроль, кто и куда имеет доступ, и, там, система такая, наш, как бы, типа, фэсбэковая организована, но не хочу, так же, так же. Кругляться, это был интересный опыт, в плане того, что, можно посмотреть, как компания, как бы, пытается организовать своих сотрудников, просто, так, жестко, там, отчет каждый день, в конце недели агрегат этот отчет, как бы, за неделю, в конце месяца обязательно отчет, как бы, там, сколько времени потратил за месяц, на какие задачи распределил и так далее. То есть, какой формальный бюрократический подход, как бы, и, опять же, побыв в такой системе, не знаю, как ты, снизу вверх ты работаешь, но я, там, был вначале обычным сотрудником, потом стал тем лидом, то есть, руководителем группы. То есть, ты достаточно долго там продержался? Два года, да. Ну, там, мне очень понравилось, как бы, ребята были очень смартовые, толковые, и с ними было приятно работать, как бы. То есть, самоорганизация труда была немножко странная. Ну, и после этого, после двух лет поработала в этой большой корпорации, СИБОС, как бы, там, в том, я была 2 тысяч человек, как бы, сейчас, может быть, они выросли, может, и сократились. Я поработал еще в небольшом стартапе в России, то есть, у них были партнеры в Америке, он назывался Stanford Pride, но сейчас уже они неактивные. Они делали плагины для Outlook, то есть, они делали решение для офиса, как бы, да, специфично для Outlook именно, да. То есть, чтобы люди не покупали себе экшенж-серверы и так далее, можно было у них задачи решать, как бы, обычным, как бы, клиентом, просто добавляя плагины. Собственно, как бы, я помог им наладить производство на потоке, то есть, нанял аутсорсеров, программистов, которые, там, тоже, как я, бывшие студенты, как бы, или, там, студенты текущие, то есть, я уже, как бы, в тот момент закончил учиться, как бы, и уже был свободным человеком, то есть, этот момент до переезда Microsoft. И, соответственно, как бы, я работал с студентами, давал им задачи, курирую, как бы, как они работают, то есть, опять же, была, в большей части, сдельная работа, то есть, в этом плане, как бы, люди, как бы, средства делали, средства получили деньги. Работал с художниками для оформления, работал с тестерами, которые тестировали продукт наши, и, там, у нас была селс-команда в Америке, и мы, собственно, как бы, на потоке выпустили, там, пять или шесть плагинов за год, потом, собственно, я пришел, решил, что надо попробовать в Америке пожить и поработать. Как это произошло? Ты сказал, что тебя перевозил Microsoft, правильно? Это была какая виза? H1B? Да, Microsoft, как бы, то есть, ну, в общем, не только Microsoft, многие компании делают H1B для хороших, там, специалистов, которых можно привлечь из Украины, России, там, Белоруссии. То есть, они, как бы, сейчас активно смотрят на этот рынок и оттуда привлекают идеи. Как это произошло? То есть, я в тот момент, как бы, то есть, очень, как бы, я думал, может, полезно быть для других, я не верю, что это реально, как-то, да. То есть, у меня были друзья, которые, как бы, на Готлер-2 раньше меня переехали, то есть, я в этом завязку был со своими, там, проектами, как бы, там, киска директора, все такое, там, большая зарплата, очень интересно, в Москве, и в Москве меня все устраивало, ну, было очень людно, грязно, машина, как бы, это было, не помогало, лучше уже на метро потолкаться, чем на машине в Москве доехать. То есть, ну, некомфортно было жить, просто, как бы, город перегружить, да. Так вот, и в этот момент, как бы, у меня друзья пишут, которые на Готлер раньше уехали в Штаты, говорят, слушай, мне, что там совершенно реально, посылаешь свое резюме на какой-то адрес, там, CV, Microsoft.com, а тут, мое действие, сейчас, на какой-то другой, и так далее. То есть, они принимают резюме, рассматривают людей, которые, там, наши, то есть, ну, как бы, они, говорят, свои по-английски, да, но они, как бы, прям, заточены на СНГ рынок и так далее. И я отправил свое резюме, то есть, ну, корректировал, оформил, отправил свое резюме, и, соответственно, как бы, мне отвечают, говорят, что, там, Майкл, хочешь делать, как бы, онлайн-беседу, я такой, пожалуйста, да, поговорили по Skype, по, там, какой-то другой, там, инструмент. А дальше, как бы, мне говорят, ну, сейчас надо пройти какой-то еще будет тест, как бы, онлайн, то есть, как бы, там, какие-то стадии скрининга, то есть, как бы, стадии процесса, да, то есть, есть, там, скрининг, начали с тобой общаться, чтобы понять, что вообще можешь комментировать. Потом, как бы, тебе дают какую-то тестовую задачу. В тот момент делали ее, паршали оффлайн, то есть, как бы, частично оффлайн, то есть, тебе дают задачу, ты ее решаешь, посылаешь, да. Но сейчас, часто компании, вот, я сегодня смотрю, как бы, с учнением, они часто делают в интерактивном режиме, то есть, я открыл какой-то блокнот, как бы, типа, notepad, как бы, ходим. Ну, они расшаривают, как-то, и решают онлайн. Да, то есть, как бы, специальный сервер, с которым, там, у тебя шарит блокнот, как бы, ты пишешь, и другой человек можешь писать. Ты можешь даже компилировать и запускать, с некоторыми таких инструментов, как бы. Ну, в общем, то есть, ты решаешь, как бы, какая-то твоя задача, там, какая-то простая софтировка, или, там, с себя списком, или что-то со строками сделать. И дальше тебе говорят, окей, ты нам интересен, мы твое резюме посмотрели, хотел бы с нами приехать на личное интервью. У них было, я два раза участвовал в микросовском интервью, за, там, год или полгода, меня два раза приглашали. То есть, первый раз я приезжал сюда, посмотреть, у меня вообще, да, я не знал, как и что, я никогда, там, так далеко не летал, и вообще, собраться, блоковаться и поехать, это было большое дело. То есть, они меня купили билеты, они меня пригласили сюда приехать на личное интервью. Причем, если до поездки у меня были еще какие-то сомнения, хочу ли я, потому что, ну, как будто, там, более-менее хорошо живешь в Москве, у тебя, там, жилье есть, как бы, там, снимаешь, конечно, но все равно, как бы, очень комфортно жилье, как бы, есть машина, есть кучи друзей, да, как бы, работу очень даже не последняя, как бы, там, очень хорошие деньги были. Ладно, не в этом дело. Так, суть, такая же, так бы, я в тот момент колебался, но у меня на школу, как бы, зима, как бы, там просто, краска, не до зимы была, я такой, устал от холодов, еще трафика, грязи, как бы, я такой, ну, надо съездить посмотреть, кого, ну, может, надо сфигурации ехать. Когда сюда приехал, посмотрел, как здесь утки и зайцы бегают через дорогу, так, утки не спеша прохаживаются, а зайцы перебегают, та страна, это место, где мне будет интересно попробовать пожить, как бы. Рассудкам так хорошо. Да, да, если утки не выживают, если, как бы, в Москве, или, там, в других городах, как бы, порой на зеленый свет пешеходок сложно перебежать, как бы, а тут, как бы, утки переходят. Ну, в общем, да, то есть я, как бы, приехал сюда на интервью, как бы, поговорил с командой, по-моему, задача, я решила все в тот момент, но не было такого минничного клика, то есть мы не кликнули. Ну, возможно, потому что команда была, как бы, такая, мононациональная, в тот момент, как бы, не русская и не американская, такая, мононациональная, скажем так, да, одной национальности. И они, конечно, интервью сразу с разными людьми, но подбрались, человек, который подходил, подходил по таким другим критериям, мне это показалось, потому что я интервью, а задача решила всем. Но, теме, я чувствую, что не было такого взаимного, то есть они ко мне особо так спокойно общались, и я к ним тоже немножко спокойно. Ну, теме, я понял, что я хочу переезжать. И после этого, как бы, меня снова зовут на интервью, как бы, другую команду, то есть там, когда ты проходишь хорошо интервью, когда проходишь скринь и так далее, ты уже там на каком-то шорт-листе, и тебя постоянно пытаются вытащить. И, соответственно, как бы, у меня потом другая команда, вначале у меня, по-моему, в офис хотели, а потом меня пригласили, то есть, или дальше, что бинг, ну, не суть, как бы, суть такая, что потом другая команда, которая занималась футбуком, приезжала на интервью в Москву, то есть они, как бы, в тот момент, как бы, то они себя приглашают, то они делали рейды, наезды такие раз в полгода в Москву, и там проводили интервью, как бы, для ближайшего СНГ, который там находится. Они приехали, мне пригласили интервью, там я пришел, прошел, и после этого получил оффер, как бы, мне говорят, ходишь к нам на H1B, вот такие вот условия, пожалуйста, приезжай. Какими проектами ты работал? А, то есть я, когда пришел в компанию Microsoft, я вначале попал в команду Microsoft Project Server, то есть это офисный дивизион, на Microsoft Project есть такой продукт, и у них, как бы, есть, как бы, серверная часть. И я первый год работал в позиции из детей, это такая позиция, было в Microsoft, сейчас ее убрали, software development engineering testing, то есть это человек, который, как бы, инженер, но он в тестировании помогает автоматизировать тестирование. Ну, я, как бы, когда устраивался на работе Microsoft, я почему-то, ну, как бы, я, там, год назад закончил вуз, как бы, у меня вроде хоть много опыта работы в Москве, но в тот момент я, ну, Microsoft, там, вообще, как бы, работу гиганты, какие-то мысли, они же микрофиндусные писали, много чего еще другого, они там, вообще не было. И я такой, ну, вау, ну, любая позиция хороша. Смотря на то, что мы, там, почти 5 лет до работы, был в тот момент, любая позиция хороша. Потом я быстро понял, что, на самом деле, как бы, уровень коллег был неинтересен, ну, и уровень проектов мне был неинтересен, скажем так, то есть мне хотелось бы быть, что-то большего, и через год я перешел на обычного инженера, как бы, разработки, в, в Bing Division, там был, там есть еще AdSenter, это, как бы, advertisement engine, как бы, для, то есть это бэкэнд для advertisement, как бы, solution, как бы, AdSenter, он назывался, как бы, сейчас, как бы, может, ременуали, и там я, собственно, пять лет, там, пять с половиной лет работал. И там было очень интересно, в плане того, что там небольшая ответственная команда, 25-30 человек, она отвечала за весь бэкэнд для AdSenter, то есть, как бы, за платную рекламу, так называемую paid search, за контекстную рекламу, и, соответственно, мы, как бы, хранили данные рекламных объявлениях, мы их ранжировали, мы их оптимизировали, как выдавать, и так далее, это было расплелённое решение, там очень много молочилось, то есть, я считаю, что это, как бы, с точки зрения больших проектов, как бы, это была наиболее интересная команда, да. Ты наверняка видел процесс собеседований уже с другой стороны. Как устроено в Майкрософте? В хороших компаниях, то есть, никто не ожидает идеального ответа сразу. Ты ещё успел поработать в Фейсбуке? Да. Фейсбук ценит людей. Мне кажется, очень хорошая компания для девелопера, которая прям хочет, там, горы воротить. А чем ты сейчас занимаешься? После ухода с Фейсбуком, я понял, что надо, то есть, если я работаю в стартапе, атмосфера стартапа такой интенсивный и так далее, то есть,